Сетевой маркетинг Чем больше вы помогаете другим людям, тем больше получаете сами. Для многих, кто попадает в сетевой бизнес, становится открытием то, как думают сетевики. Их позитивное мышление и настроенный результат оказывают влияние на каждого. Здесь гораздо проще найти себе успешного наставника, который поможет тебе добиться своей цели. В обычной жизни трудно найти себе такого наставника. Владельцы бизнесов редко делятся своим опытом и наработками. Обычному бизнесмену неинтересно, да и нет необходимости становиться чем-то наставником. Потому что в классическом бизнесе слишком сильная конкуренция. А зачем выращивать себе конкурентов? В сетевом бизнесе все по-другому. Ваши наставники заинтересованы в том, чтобы у вас все получилось. Потому что если у вас получается, то растет ваша сеть, растет ваш товарооборот. И все получают с этого свой процент. В сетевом бизнесе вы общаетесь с людьми, которые заработают больше вас. С людьми, которые уже пришли к тому образу жизни, к которому стремитесь вы. Они уже достигли своей цели и преодолели те препятствия, которые вы, возможно, еще не прошли. Ваши усилия интересны вашим лидерам. Поэтому они готовы открыто делиться с вами своим опытом. Я часто слышу, чтобы заработать деньги в сетевом бизнесе, нужны способности, талант. Нужно быть профессиональным продавцом. Нужно иметь какие-то специальные образования. На самом деле это не так важно. Хорошее образование, конечно, не помешает. Но, может быть, и не поможет. Побеждают сегодня не те, кто много знает, а те, кто действует, кто настойчив, кто излучает позитив. Во многих школах дается достаточное количество теоретических знаний, которые не имеют никакого отношения к практике и к жизни. Принципы МЛМ достаточно просты. Их суть в умении строить человеческие взаимоотношения. Создавать, воспитывать себя, побуждать, поддерживать в людях постоянное желание действовать, мотивировать и себя, и других. А этому не учат в университетах. Этому невозможно научиться, слушая лекции или читая книги. Обучить этого может только сама жизнь. Лучшие продажи делают не продавцы. Люди прекрасно распознают ситуации, в которых им пытаются что-то продать. В сетевом маркетинге, чем более искренне вы работаете, тем лучше ваши результаты. При грамотно построенной структуре, налаженной системе обучения, правильной мотивации людей, прибыль сетевика постоянно растет. Именно поэтому следующий ключевой момент успешной карьеры в сетевом бизнесе – это создание своей структуры. Команда необычайно важна в сетевом маркетинге. Это можно сравнить с авторским гонораром писателя. Сначала он написал книгу и сделал это один раз. Но если она стоящая, полезная книга, она приносит автору постоянный доход в виде авторских отчислений в продаже каждого экземпляра. Так и в МЛМ. Здесь нужно создать четкую работоспособную структуру и обучать ее. Обученная сеть приобретает свойства самостоятельно расширяться, обеспечивая ее создателю хороший заработок. Независимо от того, чем вы занимаетесь, где вы находитесь, ваша сеть будет работать, ваша организация будет расширяться, продавать продукт, и на ваш счет будут постоянно приходить деньги. А вы будете получать постоянный пассивный доход.